Мечта сбывается и не сбывается. Ну пойте, пойте, любовь приходит к нам, порой не та. У студентов из Крыма и Симферополя сегодня особенный день. Ровно год назад они превратились из иностранных студентов в отечественных, когда полуостров официально вошел в состав России. Поблажек от преподавателей, правда, больше не стало, но долгожданная мечта, как в песне, все-таки осуществилась. Изначально Крым русский был и мы, грубо говоря, этого ждали. И наконец-то все получилось, наша мечта сбылась. Я не знаю, это классно, это круто. Годовщину возвращения полуострова сегодня отмечают во всех университетах Кубани и не только крымчане. В вузах проходят научные конференции, посвященные воссоединению с Крымом. На одну из таких лекций в Кубанский государственный университет пришел Александр Ткачев. Пообщаться с губернатором собрались почти 200 человек. Больше аудитория вместить просто не смогла. За партами будущие историки, журналисты, экономисты. Перед встречей в социальных сетях прошел слух, что задавать будут только подготовленные вопросы. Ректор университета в качестве модератора встречи с этим не согласен. Разговор пошел в свободном формате. Каждый мог задать губернатору любой вопрос. Что лично для вас означает воссоединение России и Крыма? Спасибо. Я, честно говоря, до конца, как и все вы, не представлял, что это может произойти. Хотя желание было огромное. И поэтому, конечно, в эти дни, в эти часы мы все были мыслями вместе с крымчанами. Мы вместе плакали, вместе радовались. И, конечно, чувство, прежде всего, гордости за страну. Я думаю, что гордость за то, что мы это сделали. И вы знаете, и Олимпиада, и Крым во многом повлияли на нас. И мы стали с вами другими. Мы стали понимать и место России в истории. И нам захотелось, как никогда, чтобы мы нашу страну сделали крепкой, богатой, мощной, независимой. Чтобы с нами считались. Мне кажется, Крым это дал. Он поменял и нас. Я думаю, что это главное открытие для всех. Вопросы про полуостров и отношения с Украиной звучали, конечно, чаще других. Крымчане, которые приехали учиться в Краснодар. В разговоре с губернатором, например, ловят себя на мысли, что за год уже привыкли говорить про Россию, наша страна. Потом, правда, сразу признаются, особо и привыкать не надо было. Я студент первого курса из Крыма. Хотелось бы сказать просто небольшие слова благодарности от всех студентов, которые, крымчане, которые обучаются в Кубанском государственном университете. Мы все очень благодарны стране нашей, России и российскому народу за то, что не оставили нас в трудный час. И дали возможность молодым людям обучаться в одном из лучших университетов Кубани. Все крымчане всегда считали себя частью России. Русскими людьми себя считали. И если спросить, то, наверное, 100% ответит, что историческая справедливость, точнее, один из шагов к присоединению Крыма, это один из шагов к восстановлению нашей исторической справедливости. Антон, развелись, пожалуйста, к аудитории. Ну, посмотрите, ну более русского человека не найдешь. Вот такие все украинцы. У меня мама полная украинка. Она у меня с Винницкой губернии в детстве уехала в Россию, потому что голод был на Украине большой. И вот она, кроме украинского языка, больше ничего не знала. У нас, правда, пять лет. А потом, естественно, выучила русский. Попытки поссорить две страны и практически один народ не к чему хорошему не приведут, продолжает Александр Ткачев. И некоторые люди, видимо, стали забывать о том, что по ту сторону границы в обеих странах живут родственники и друзья, которые хотят оставаться братскими народами. Причины непростых отношений Украины и России, санкции против нашей страны, искать нужно не в ситуации с Крымом. Тем более, когда 96% его жителей решили вернуться. Повод помешать экономическому развитию России на Западе и в США нашли бы и без этого, говорит губернатор. На вопрос о санкциях отвечает. Запад получит от них только обратный эффект. Влияют ли санкции на экономику Краснодарского края и лично на вас? Я действительно нахожусь в санкционном списке. И, к сожалению и счастью, я не могу поехать сегодня ни в Европу, ни в Америку, и в Канаду, по-моему, тоже, и в Австралию. Сегодня, вы знаете, происходят следующие вещи. В продовольственном, в группе товаров, услуг, у нас есть рост производства, объемов. Плюс, очень хороший стимул для сельхозаваропроизводителей, это, конечно, и выросла цена. Появился спрос, цена, а что еще желать? Значит, нужно только увеличивать объемы производства, что собственно и происходит сегодня. Поэтому, конечно, санкции в этой части, в Американском комплексе, очень сегодня существенным образом позитивно влияют для развития. Вторая отрасль для нас не менее важна – курорты. Тоже активно развивается, и санкции только способствуют. Поэтому, вы видите, у нас потери с вами от этих санкций, одни плюсы в основном. Отступать в этом случае некуда, добавляет губернатор. Поэтому Кубани, как и всей стране, нужно двигаться только вперед. Как раз с помощью нынешней молодежи, на чьих глазах пишется история. Родиться в это время – это тоже большая удача. Вы знаете, при соединении Крыма, такие вехи в истории российского государства, ну, бывают крайне редко. Это, наверное, сильно родиться и видеть Толстого, Чехова, да? Друзья, вот этот период для России очень сложен. Неоднозначный, в силу разных причин. Где-то придется потерпеть, где-то придется и хорошо поработать, прежде всего. Но вера в страну, патриотизм, я бы сказал, это вещи, которые, они не временные, они постоянные, константы. Это не то, что я сегодня одел костюм, я патриот, вечером я одел джинсы, я не патриот. Нет, так не бывает. И когда страна на таком изломе, повороте историческом, конечно, мы должны быть все патриотом. А патриотизм – это, прежде всего, тот человек, который не просто бла-бла-бла, но и реально что-то делает для своей страны. Придется к пользе для своей страны. Вот абсолютно в этом убежден. Вот такие патриоты мне по плечу, они мне ближе, они мне понятны. И с такими патриотами, с такими людьми мы, конечно, и украсим нашу Кубань. Встреча продлилась больше часа. Разговор, по оценке самого губернатора, получился крайне интересным и абсолютно взрослым. Но все когда-то заканчивается, как и санкции, подметил Александр Ткачев. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.